Оживаем Камчатский край, видно, скоро будет рай. Начинаем? Начинаем? Так, дорогие гости, дорогие друзья, мы начинаем. Так. Вот, Александр. Не тут же, с радостью. Слайд должен переключиться. Слайд должен переключиться. Да все есть. Ладно, мы начинаем все равно. На вулканах согретый, высметнувшийся остров, Обласканный ветром, стоит полуостров. Дом родной Немалана, земля Чавчувена, Древний край Тельмена, новый дом для Ивена. Здесь природа в контрастах, солнце, горе и штиль. И по снежному насту алмазная пыль. Ты сурова, Камчатка, твой характер неласковый. Ты прекрасна, Камчатка. Песня, чудо и сказка. Если бы погода была гораздо более суровой, Я бы открыла другим стихотворением. Но оно настолько хорошо, что его тоже зачитаю. Нордвест, двенадцать баллов, Опять нагонит дым. Закат багрово-алый, Упал свинец воды. Заварим чай покруче, Откроем тон стихов. Ну что придумать лучше в такой ночи, лихой. Здравствуйте, дорогие друзья. Седьмой Камчатский форум в поддержку книги и чтения Завершается, завершается прекрасно Презентация антологии стихи о Камчатке Выпуск первый. Издательство Камчат Пресс. Две тысячи двадцать первый год. Составители этого сборника Татьяна Станиславовна Зайковская И Александр Векторович Петров. Они, эти авторы, составители, Проделали огромную работу, Потому что под этой обложкой Встретились 342 автора И 516 стихотворений. Зачитываем фрагмент послесловия. Такого собрания стихотворений Камчатка еще не знала. Нельзя не признать, Что составители выполнили поистине Титанический труд. Изучив, систематизировав, Отобрав стихотворения Почти трех сотен камчатских авторов И без малого полусотни поэтов, Гостей полуострова. И если прочитать антологию От А до Я, То не только увидишь, Но и почувствуешь, Как прекрасна земля, А на ней человек. И эта земля наша Камчатка. Отмечает послесловие Антонина Алексеевна Гончарова, Кандидат филологических наук, Доцент, Почетный профессор Камчатского государственного университета Имени Витуса Беринга. Прекрасно сказано. И что еще сказать? И как можно сказать лучше? А трудно сказать лучше. Поэтому говорить я не буду. А дам я слово составителям. Но сначала я их представлю. Татьяна Станиславовна Зайковская, Педагог Камчатского дома детского И юношеского туризма и экскурсий, Руководитель туристического клуба «Альтаир», Лауреат Всероссийского конкурса Научно-методических фильмов, Лауреат конкурса Всероссийского краеведческого движения Отечества, член-корреспондент Академии общественных наук. И Александр Викторович Петров, член Союза журналистов России, Фотограф, краевед, Автор десяти фотоальбомов о Камчатке, Составитель и редактор, Составитель множества краеведческих изданий И блогер. А оба автора, мы их очень любим, Они постоянные участники Крашенинниковских чтений. Александра Викторовича есть тут. Вот сижу я перед вами здесь один, Совсем один, одну минуточку, Над головой не делаем много пространства, Прямо границу кадра над головой. Сижу я совсем один, Хотя за этим столом Мы должны были сидеть втрою. Рядом должна была сидеть Антонина Алексеевна Гончарова, Про которую уже Наталья Валентиновна Успела сказать. Но, к сожалению, Антонине Алексеевне пришлось Лететь на материку. У нее определенные сложности Со здоровьем мы наступили. И должна была сидеть моя жена Татьяна, Но которая тоже срочно оказалась В командировке в Туапсе, Где собрали руководителей лучших Школьных музеев со всей страны. Вот она как раз вчера Произносила там доклад О школьном музее 41-й школы. Ну, к этому мы еще вернемся. А давайте мы сейчас посмотрим Маленькое видео, Потому что прямо перед отъездом, Отъезд вот-вот случился. Татьяна записала Для того, чтобы здесь Вы ее услышали в общем-то в живе, Записала то, что она хочет сказать Об вот этой самой антологии, По поводу которой мы сегодня собрались. Недаром же сказано, Что это форум в поддержку книги. Одной книги, именно вот эту книгу, Мы сегодня здесь все поддерживаем. И так, сейчас будет видео. Рождение книги – это всегда праздник. Вот и сегодня вы собрались в этом зале, Чтобы отметить такое событие. В серии «Камчатка в газетной строке» Вышел новый сборник. Стихи о Камчатке. В много лет я занимаюсь с ребятами В объединениях дополнительного образования Юные музееведы, юные туристы-краеведы. Именно краеведение. И очень хорошо понимаю, Что появление такого сборника Поможет существенно Расширить и обогатить Знания юных краеведов О родных местах. Привить им уважение К истории культуры родного края. В школьной программе Литература и география Недостаточное внимание Уделяется на сегодняшний день Краеведению. И мы сталкиваемся с тем, Что многие ребята Очень плохо знают Историю своей малой родины. Собранные в сборники материалы Смогут стать хорошим подспорьем Не только для учителей, Но именно и для педагогов Дополнительного образования. Стихи о родном крае Могут быть предметом Различных исследований. А сам сборник Может стать основой Для создания Поэтической карты Камчатки, например. Хотелось бы, Чтобы стихи о нашем полуострове Звучали на школьных уроках, На сцене, На концертах. Это было бы очень хорошо. Сборник, Я уверена, Станет открытием Не только для подрастающего поколения Школьников, студентов, Но и взрослые краеведы, Литературоведы С удивлением откроют, Насколько широко представлена В поэтическом творчестве Наша Камчатка. Здесь есть стихи, Посвященные самым различным Историческим событиям И периодом в жизни нашей Камчатки. Стихи о природе Камчатки. Стихи, отражающие Быть, Жизнь туземцев нашего края. Я думаю, что главной, Основной читательской аудитории Этого сборника Должны, конечно, стать молодежь, Школьники, студенты. И хотелось бы, Чтобы на занятиях Как в общеобразовательной программе, Так и в дополнительном образовании Шире использовалась Именно литература, Поэзия, Весь материал, Отражающий специфику Нашего родного края. Антология стихи о Камчатке Направлена на то, Чтобы воспитывать вдумчивого, Влюбленного в свой край читателя. Чтобы воспитать У подрастающего поколения Желание И в дальнейшем Изучать историю, Литературу, Культуру Своего края. Чтобы знакомиться С людьми. И вот как раз Этот сборник Может стать Хорошим подспорьем Для такого дела. Давайте я все-таки Скажу несколько добрых слов О меценатах. То есть невозможно Произносить гадкое Слово спонсор, А вот прекрасное слово Меценат Произнести просто необходимо. Это издание. Вот это вот издание И стихи о Камчатке. Не состоялось бы, Если бы не несколько Меценатов. И удивительно то, Что все эти меценаты По какому-то совпадению Оказались Депутатами нашего Законодательного собрания. Я перечислю. Это Анатолий Керносенко, Владимир Агеев, Роман Гранатов, Сейчас испытывающий Тяжелые времена Игоря Редькин, Евгений Новоселов И Татьяна Романова. И пока идет настройка, Я думаю, что мы Давайте предоставим Слово Анатолиеву, Владимир Агенту, Керносенко. Депутату Законодательного собрания Ковчарского края И одному из тех, Кто очень поддержал Этот проект И обещает поддержать И второй, и третий выпуск. Пока мы еще не говорили По второй, и третий. Я, честно говоря, Сюда шел просто Ну, как обыватель, Потому что мне интересно Не только почитать книжку, А послушать авторов имена. И мы с Владимиром Александровичем Макеевым, Ну, при связи с коллегами, Которые Александр уже назвал, Мы это направление За предыдущие пять лет Очень сильно продвигали Именно поддержка Наших камчатских авторов. Здесь вот Сергей Витальевич Гавриил Васильев. Да, мы с ним Очень плотно работали С Пустовицем Валентином Петровичем С Александром Мы сотрудничали Ну, и по другим изданиям Это книжка Камчатка в годы войны Камчатка в годы войны Да, в газетной строке И наш двухтомник Двадцатипятилетию И, ну, мы сейчас Когда посчитали С Владимиром Идеем Сколько всего мы книг издали Получается Уже около 15 изданий Да, помню Издать Камчатским авторам И сейчас люди идут Идут, потому что они Видят, что мы помогаем И приходится кому-то Уже и отказывать Потому что денег На всех не хватает Но когда Александр пришел И принес эту книгу Уникальность Этой книги Именно для нас Была очень очевидна Потому что Такой гигантский труд 300 камчатских Да, авторов 50 еще Авторов не с Камчатки И все стихи Вот именно тематика Объединена Что все стихи Про Камчатку Мы подумали Что эта книжка Ну, во-первых Будет хорошим подарком Да, для гостей Которых посещает Наш полуостров Будет хорошим подарком Для школьников Которые хотят Глубже знать свой край Потому что мы Эти книги подарим И подарили уже Частично Школу нашего города Поэтому Хочется сегодня Сказать огромное спасибо Авторам-составителям Потому что я не знаю Кто бы вообще потратил Бо столько времени Чтобы все это вместе найти Всего 19 лет Огромное количество времени Сама просто И поэтому Огромное спасибо вам Ну и с интересом Конечно же послушаю Ваши распространства Книжки Потому что прозвучала Камчатка В газете В строке И вот чтобы Отобрать эти стихи У составителей Был настолько Великолепный выбор Потому что Столько стихотворений В каждой газете Росы Постоянных И новых Литературных рубрик И страницы И уголки И голоса И конкурсы Это только Малая часть того Что удалось собрать В небольшой колочи Поэтическая карта Камчатки Да вот пожалуйста Это опять-таки Только по прямым названиям Упоминаются По-моему Все населенные пункты И очень многие Районы Даже нашего города Разнообразие жанров Вот пожалуйста Баллады Есть Санеты Есть Николай Басенко Или Сергей Пашляков Участник Русской Экспедиции Русского Географического Общества На Камчатку В 1908 году Вот такие Санеты Нашли Составители Хотите Хотите Будут гимны Есть и песни Есть и частушки Все есть И все авторы Конечно же Не поместятся Ни на одном слайде Но просто Посмотреть На некоторых Из них Которые Вот тут Вот Прекрасно Встретились А теперь Я признаюсь Не представляю Как пойдет Дальше Наша Презентация Нет определенного Сценария У нас только Условной договоренности Мы будем Импровизировать Но одно Я знаю точно Мы будем читать Прекрасные Стихи Мы будем Их слушать Импровизировать Возможно Мы будем Сборить И мне Интересно Самое Слово Александру Викторовичу Петрову Одному Из составителей Этой прекрасной Антологии Мне тоже Достаточно Сложно Сейчас Будет Импровизировать Потому что Я рассчитывал Что разговор Будет Совсем Иной Что Мы будем Сидеть И говорить О Тексте О Камчатке Как О Едином Тексте Как О Неком Коллективном Бессознательном Что Обязательно Что Будет Сидеть Профессор Гончарова Рядом Мы будем Говорить О Жанровом Разнообразии О Своеобразии И О коллективном Тексте Как О Своего Рода Эгрегори Если Пользоваться Терминологией Мистик Мистиков Но К сожалению Так Как Я здесь Один Придется В Корне Менять Почему Мы делали Эту книгу Потому Что Когда В свое Время Мы начали Работу С Камчатской Периодикой То Мы с женой Обратили Внимание На Обилие Литературных Произведений О Камчатке А на самом Деле Антологии Литературы О Камчатке До Сегодняшнего Дня Не было Была Христоматия Вышедшая Лет Наверное 15 назад Составленная Супругами Гропяновыми Но она Антологией Не является Было Крайне Недобросовестное Издание Стихово Петропавловске Вышедшее В 2000 Году Но Об этом Говорить Всерьез Невозможно Хотя бы Потому Что Тогда Чтобы Подогнать К очередной Круглой Дате Петропавловска Составители Просто Брали Более Ранние Стихи Уже Умерших Авторов И Переписывали Их Актуализируя События 60-х годов К событиям 2000 Ну и Конечно Почему Это Антология Именно Стихов А не Литература Камчетки Потому Что Поэзия Это Конечно В первую Очередь Это Индивидуальное Творчество Это Даже Скажем Так Это Где-то Это Где-то Разговор С Богом Это Высшая Форма Литературы То Есть Поэзия Она Воздействует На Людей Гораздо Более Глубоко Нежели Проза Ну И В результате В результате Мы Подбирали Начиная С 2002 Года Различные Стихи Камчатки Какие-то Стихи Моя Жена В рамках Своей Деятельности Профессиональной Деятельности Она Работает В Камчатском Доме Детского Юношеского Туризма Экскурсии Руководит Туристическо Краеведческим Клубом И школьным Музеем 41-й школы Какие-то стихотворения Использовались Для Работы С детьми И вдруг Возникла Идея Что Нужно Сделать Такую Книгу И вот Мы Собирали 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 Значит Обработана Обработана Была Камчатская Периодика С 1917 По 1991 Год Но Мы Немножко Даже Расширили Рамки Издания Это Издание Вышло В серии Камчатка В газетной Строке То есть В этой серии Мы уже Выпустили Ряд Это Заповедная Камчатка Елизовская Район В газетной Строке И Камчатка В годы Войны Вы Наверное Какие-то Издания Видели Так вот Мы Решили Немного Расширить И вообще Заинтересовались Тем Вопросом Когда Появились Первые Стихи О Камчатке И Оказывается Самое первое Стихотворение Посвященное Камчатке Было написано В 1854 Году Оно Впервые Прозвучало 7 ноября 1854 Года В Иркутске Тогда Когда Через Иркутск Проезжали Участники Обороны Петропавловска Направляясь В Санкт-Петербург Написал Это стихотворение Горный инженер Алексей Иванович Таскин Камчатская битва 18 Августа 1854 Года С тревожной Вестью Из нового Света Камчатскому Порту Пришел Китолов О близости Англо-французских Судов Поведала Новость Нежданная Эта И вот Губернатор К приему Гостей Усилил Поспешно Чем мог Батареи И горных Пришельцев Камчатки Затем Разрушить Поклялся Душину Своей И вот Плыли гости С семью Кораблями К Ковачевской Бухте Явились Губки Явились Они И в Порт Петропавловский Сразу Сряду Три Дни И ядра И бомбы Неслись Над волнами Под этим Губительным С моря Огнем В надежде Безумной На слабость Отпора Незваный Наберег Вышли Но скоро Пришлось Им печально Раскается В том Десант Состоящий Из трех Отделений Сомкнулся Поставив Орудия И начал Из них Громить По стенам Портовых Укреплений В течение Двух Суток Максутов С врагом Полдюжиной Ушик Под страшной Польбою Боролся Упорно Но горе Средь бою Князь Доблестный Вражью Разорван Ядром Многоточие К нам Поднимается Известный Белорусский Писатель Краевед Михаил Яковлевич Жирин Патриарх Как детское Словеское Яковлевич Микрофон Должен А я не знаю Сейчас Я почему попросил Потому что Для того чтобы Я мог Позже Но поскольку Стали говорить О стихотворении Таскина Мне Как-то непонятно Стало Почему оно Не закончено Это стихотворение Александр Потому что Стихотворение Имеет продолжение Заканчивается Стихотворение Немножко Когда Прочитаешь Его Там Общая Всего лишь Оборона А заканчивается Но Что убили Максутова И вот Вся победа Что ли Или как То есть Оказывается Что победы То здесь нет Убит Максутова Только А там Общая фраза Оказывается Это стихотворение Не все Стихотворение Это имеет Продолжение Полное Оно Продолжается Так Начальник Десанта Погибнущей В схватке Оставил Трофей Нам Шпагу Свою И кроме Толь шпаги Досталось В бою Британское Знамя Героям Ковчатки Князь Дмитрий Максутов За русскую Честь Сам Жизнь Нещадивший Утративший Брата В Иркутск О разгроме Врага Сухостата Привез Генерал Губернатору Вести И вот У подножия Портрета Царя В палатах Наместника Люд Православный На знамя Британии Смотрит Счастливый День Целый Седьмого Числа Ноября Напрасно Начертан На знамя Нитон Девиз Горделивый Пер Мэра Пер Терра Не Сбыться Британским Надменным Химером Вот Так Заканчивается Стихотворение Александр Спасибо Михаил Британским Британским Стихотворение Окончание Не Потому Что В источнике Которым Мы Пользовались Публикация Заканчивалась На Ком А каким Источником Вы Пользовались Там указано Там указаны Дорогой Когда Вы Используете Источники Ты даже Обращаешься Не только В газетной Страке Которые Публиковались На странице Газеты Но и В сборниках Которые К стихотворениям Которые Публиковались В сборниках Они не Публиковались На страницах Газеты Но здесь Почему-то Почему Это В любом случае Спасибо Михаил Вопрос Теперь Мы Знали Это Понимаю Вопрос И Скорее всего Во втором Выпуске Во втором Выпуске Будет Полный Вариант Этого Механеля Но я надеюсь Ты еще раз Выйдешь Со своими И не раз Выйдешь Сегодня Со своими Выйдешь Но поскольку Я уже вышел Наверное Вы мне дадите Возможность Немножко Сказать Обычно Говорят Газета Живет Один день Вот Но Этот сборник Конечно Опровергает Это Это Мнение Поскольку Собранное Как вы Видите В одном Сборнике Публикации Которые были На стороне Сигагет Они получили Вторую Жизнь В этом Сборнике Так что Как видите Они Немножко Они живут Теперь Что Можно Еще Сказать Столь Большое Количество Авторов Собранных В этом Сборнике Они Представляют Многогранный Облик Камчатки И ее Живую Душу Это Понятно Более Пятисот Человек Которые Выражили Свои Отношения К Камчатке Свои Чувства Естественно В этом Сборнике Представляют Такую Многогранную Живую Нашу Камчатку И В этом Конечно Прекрасно Что Авторы Составители Собрали Под одной Обложкой Столько Много Прекрасных Авторов Авторы Эти Естественно Разнообразные И по художественным Качествам Но большинство Я должен сказать Стихотворения Прекрасные Стихотворения Когда читаешь Кажется Что Ну По-настоящему Вторая Жизнь Этих Стихотворения Когда Знакомишься С авторами Я должен Сказать Что Я многих Авторов Знаю Поскольку Я 60 лет На Камчатке И в газете Я работал С 61 Года Многие Авторы Знакомы Мне Вам Они тоже Уже Многим Знакомы Потому что Скажем Почти Все наши Члены Союза Писателей Камчатки Поэты Наши Камчатские Они все Публиковались На страницах Газет Камчатская Правда Камчатский Комсомолис Районных Газет И мы Еще раз Можно сказать Насколько Газеты Были Внимательны К творчеству Наших Читателей Потому что Публиковались Регулярно И целые Страницы И авторы И так далее Но вот Знакомишься Со сборником Эти авторы Кстати Подписывались Это И матрос Врач Военнослужащий Пограничник То есть Самые Разнообразные Не все Они Естественно Профессия Подписывалась В газете Но странное Дело Когда Начинаешь Открывать Сборник Ни в одном Авторе Мы не видим Подписи Спасибо Автору Послесловия Антонине Алексеевне Которая Назвала Многих В послесловии Что Кто они Являются Что это Не профессиональные Поэты А Это Ну Самое Разное Вот Мне тоже Непонятно Почему вдруг Правда Я с Александром Разговаривал Мне пришлось Говорить Перед Этим Перед Скажем Пару месяцев Назад Когда Александр Показал мне Набранное Стихотворение И я сразу Обратил Внимание Сказал Саша А почему Вдруг Так сказать Вот он Сказал Что Еще с 1854 Года Но вот Мы открываем Сбор Открываем И сразу Первое Первое Написано 1964 В недоумении Почему 1964 Только в самом Конце Выясняется Что Первые Стихи В 1854 Потом 1896 Году Стихотворение Которое О Петропавловской Обороне Еще Петропавловской Обороне И от Стихотворения И тоже 1900 Года И так далее Они Поставлены В самый Конец Александр Объяснил Поскольку Составлено По Алфаметному Принципу Этот Принцип Вот Скажем Я чуть позже Объясню Почему Вы Исправим На Это Когда Я Александру Обратил На Это Внимание Это Еще До Печати Которые Можно Было Исправить Александр Сказал Что Ни В Коем Случай Изменять Мы Ничего Не Будем Потому Что Дорогое Дорогое Ведь Изменить Вот Это Все Это Один Тень Работ И Не Больше Потому Что Каждая Страница Стихотворений Поменять Просто Потусовать Это Один День Работ На Компьютере И Все Прочее Вот Я Считаю Это Колоссальный Недостаток Поскольку Они Не По Хронологическому Принципу Построены А По Алфавитному Алфавит Фамилии Не Сказаны Кто Они Такие Они Нам Не Дают Никакого Представления Хотя Если Мы Посмотрим На Эти Личности Это Очень Интересные Люди Рассматривать Я говорю За этим Вскрывается Очень Много Интересных Во-первых Масса Почти Все Наши Члены Союза Писателей Поэты Наши Камчатские Они Все Печатались Здесь Во-вторых Мы Находим Здесь Очень Много Людей Которые То ли Служили На Камчатке То ли По Каким-то Другим Причинам Были На Камчатке Стали Потом Они Публиковались На Страницах Известными Поэтами Драматурами Вот Кстати У Александра Я спросил А ты знаешь Кто такой Владимир Большаков Владимир Большаков Тебе Знаешь А я говорю А вот Владимир Большаков Это Служил На Камчатке Печатался В Камчатской Правде Я его Еще Помню Стал Известным Журналистом Международником Который Был Потом Корреспондентом Правды В Австралии Корреспондентом Правды Во Франции И у него Очень много Книг Есть Международных Книг Александр Гельман Известный Наш Драматург Вы Наверное Многие Знаете Их Фильмы Мы Не же Подписавшиеся Очень Много Клес Которых Шло Здесь Написан Александр Гельман Но Многие Наверняка И молодого Поколения Сейчас уже не знают Кто такой Гельман А он Оказывается Служил На Камчатке На Камчатке И публиковался На страницах Камчатской Правды Вот таких Авторов Очень много И Почему я об этом Говорю Что для читателей Было бы Очень интересно В конце В конце Был Справженный Некий Материал В котором Было Помечено Что Автор Такой Вот Стал Потом Известным Драматургом Это Известный Журналист Международник Это Известный Писатель А вот Эти Которые Публиковались Члены Известных Камчатских Аппараты Встали Они Все Известные У нас Наверняка Присутствуют Здесь Все Мы Знаем Поэтому Как видите Очень много Я могу Еще Очень много Говорить Вот Скажем О той же Петропавловской Обороне Вот Вдруг Я вздрогнул Когда почитал Фамилию Владимир Семенов Думаю Неужели Владимир Семенов Да Это Владимир Известный Наш Королевед И так далее И У нас Еще Еще Един Известный Королевед Есть Владимир И Другая Читаю Владими Семенов Петропавловск Оборона Петропавловска Думаю Что такое Смотрю Читаю Поэму Оказывается Это Поэма 1896 Года От Напечатанного Приложения К журналу Нева 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 Да Значит Но Здесь Тоже Огромные Почему-то Мне Не понятно Я читаю Читаю Я так и Не понял А поэма Это Его Или Не его Нигде Совершенно Не говорится Что Владимир Семенов Военный Моряк Автор Поэмы Ниже Мы Публикуем Эту Поэму Просто Напечатан Отрывок Петропавловск Написано Отрывок Пять Страниц Прозы И нигде Нигде Не указано Что Это Военный Моряк А дальше Идет Поэма Что Это Аттор И только В послесловии Антамина Алексеевна Пишет Что это Военный Моряк Замечен Ну Когда читаешь Приходишь Понимаю Наверняка Действительно Это Военный Моряк Того Времени Который Натят Все Прочее Но Почему Не Сказать Александ Ведь Здесь Достаточно Антонина Алексеевна В послесловии Рассказала Зачем Зачем На Антонину Алексеевну Переваливать Надо Самому Это Все Делать Дорогой Александр И Таким Образом Это Все Очень Просто Если Быстрее По Хронологическому Принципу И Сразу Все Становится Очень Ясно Три Материала По Хронологическому Нет Три Материала Нет Три Материала Кстати О Петропавловской Обороне Они бы Отказались Вначале И Сразу Все Выстроилось Очень Прекрасно Еще Одно Я сейчас Скажу Неинтересно Это Долго Я так Долго Задерживаю Вот Здесь Есть Автор Такой Георгий Корешов 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 Два Стихотворения Здесь Размышления У Пледистала Памятника Адмиралу Завойко Это Естественно Памятник Который Во Владивостоке Должен Быть Поставлен Стихотворение 1941 года И второе Стихотворение Шпага Беринга Вот Но если Да Он В разделе Гости Полуострова На полуострове Естественно Он и не был Судя По Этим Самым Размышления У Пледистала Памятника Который Должен был Стоять Во Владивостоке Александр Взял Стихотворение Это Со сборника Океанские Ветры Который Вышел В 1946 Году Еще Ну Можно Закрыть Глаза Что это Владивостокский И так сказать Поскольку Азовойко Близко Нам Так сказать Человеку Вот Но Шпага Беринга Опубликованная Шпага Беринга Которому Речь Идет Что Вот В музее Обнаружили На командорах Шпагу Беринга И так далее Здесь Уже В корне Неправильно Потому Что Действительно На командорах Владимир Арсеньев Когда был 1924 Году Обнаружил Шпагу Беринга На которой В траве Просто Случайно Обнаружил На которой Который Была Прикреплена Пластинка В.Б. Начали Шифровать Очевидно Эта шпага Принадлежала Берингу Вырез Данный Музей Владивостока Стали Выяснять Среди Историков Стали Споры Что Шрифт Нет Того Перивода Не Перивода А И Было Написано Что Петр Первый Подарил Эту Шпагу Берингу Стали Выяснять Что Шрифт Не к тому Времени Не к тому Времени Относится Масса Экспертиз Была В конце Концов Доказано Было Что Это Палаш Который Принадлежит Ко второй Половине 19 Века И В конце Концов Розыск Привели К тому Что Этот Палаш Возложила Моряки Возложили Моряки Шхуны Алиуд Которые Были В 1894 В Шестом Году На Острове Беринга Поставили Там Памятник Крест Шхуны Алиуд Они Посетили Магин Лукомандора И там же Возложили Этот Валаш Но Зачем Здесь Информационно Мы вводим В заблуждение Читателей Читателей Молодой читатель Который Почитает Это Он не будет Разыскивать Где Что И будет Утверждать Как Многие Когда Неправильно Очень Информация Подается Она Начинает Буквально В массовом Количестве Потребляться И потом Никто К первоисточнику Не обращается И к результатам Исследования Поэтому Я считаю Вот это Не надо было И вообще Публиковать И так далее Ну По поводу То же самое Я могу Ряд Возражений По поводу Фоксимильных Которые Александр Воспроизведения Воспроизведения Которые Саша делает Мне Непонятны Они Не смысл Их Для Оформительства Элемента То же самое То два Вместе Поставлено То Каким-то Образом В раздробленном В виде То Особенно Возражения У них есть Там Детские Стихи Хорошие Детские Стихи Они Настолько Измельчены Вот Там Можно Посмотреть Что Ну Их читать Невозможно Зачем Тогда Их Можно Было Совершенно На страничке Хорошо Сделать И Они Вычитались Хорошо Хорошие Детские Стихи Трения Со Снимочками С рисунками Вот Вот Таким Образом Ну Что Несмотря На То Что Я Сделал Ряд Замечаний Конечно Труд Проделан Большой Совершенно Автору Я Поздравляю Но Хотелось Чтобы Вот Какие То Издержки Которые Надеюсь Я Очень Надеюсь Что Некоторые Высказанные Вами Михаил Викторич Савра Будут Приняты Во Внимание Во Время Подготовки Второго И Третьего Волоня Это Было Это Было Замечательное Выступление Причем Я Его Слышал Уже Второй Рад Разошла Речь О Методологии Размещения Текста Я Скажу Что Тогда Когда Мы Только Начали Сводить Воедино Корпус Книги Мы Думали О Трех Видах Построения Этого Издания Хронологически Было Невозможно Собрать Эту Книгу Из-за Неточностей В Датировках Из-за Неизвестности Когда Написаны Когда Написано Большинство Стихотворений То есть И по дате Публикации Мы тоже Не могли Ставить По той простой Причине Что в этой книге Скажем Есть Стихи Которые Были Опубликованы Впервые Пать Больше Чем Через Полвека После Их Написаний Тематическое Размещение Стихотворений И поэм Вошедших Книгу Тоже На наш Взгляд Было Невозможно Из-за Того Что Очень Много Тем Пересекаются И Невозможно Определить В какой Раздел Должны Войти Те Или Иные Стихотворения Поэтому Оставался Только Один Точный Вариант Составления Точный Это Алфавитные Составления По алфавиту По двум Разделам Вот я вижу Что Сейчас Нервничает И Йорк Заед На стуле Поэт И писатель Геннадий Струначев Который Сейчас Выйдет Сюда И скажет Несколько Слов Я согласен С Яковлевичем Потому что Потому что До этого Мы с ним Два раза По телефону Переговаривались Все Обсуждали Вот это дело Ну Недостатки Они у всех Есть недостатки Я наоборот Хочу тебя Куда деваться От недостатков Ты Усек Это все Я хочу Сказать Что И говорю Что книга вышла И теперь Ее будут воспринимать Кто Не был Здесь И не знает Они будут воспринимать Такая Как она есть А есть Она Ну по алфавиту Ну пускай Пускай Они не знают Этих Авторов Но я вот тоже Многих не знаю Но мне Очень даже радостно Кто Кто До меня писал Кто В мое время писал И кто После меня писал И будет писать Поэтому В любом разе Это Это Книга Будет жить Тем более Она Если по По библиотекам И по школам Раздадут То это Большое дело Потому что В частных В частных коллекциях Они так и будут стоять Пылиться На полках Это надо Раздавать По библиотекам У меня что Вот еще Мне приятно Потому что Петров Он Помню В пору своей юности Ходил тоже На летобъединение Семья над океаном Сыгарев И Вот Там В книге Вот Ну почти Все литературное Объединение Он привел Это И Чурлюпа Это Это Маскаев Это Могилевская Высоцкая Павлю Петя Долгаренко Очень много Долгаренко Долгаренко Между прочим Там где-то В Москве На Украине На Украине Он еще У него Страница Есть И чай Все здорово Ну и В общем-то Приятно Что Александр При всем Своем Мыторстве Не Непостоянстве И каких-то Там Уходов Клонов Остался Вот он Камчатку Прославляет Здесь Молодец Мы старались Кена Спасибо Кена Одну секундочку Одну секундочку Дело-то не в том Дело-то не в том Что человек Вышел И сказал Несколько Критических А потом Добрых слов А дело в том Что Человек Который Вышел Сюда Как мы знаем Литератор И очень Хотелось бы Чтобы Сейчас Из твоих Уст Прозвучали Твои стихи Необязательные Стихи Которые Вошли В эту Книгу Эту Книгу Люди Могут Подойти Потом Купить И прочитать Я читать Не буду Потому что Если Кто Хочет читать Мои стихи Книги У Кажанах Библиотеки Стоят Я хочу Поклон Передавать Потому что Мы с ним Учились На курсе Педаинститута Очень приятно Мы услышали Стихотворение Написанное В 1854 году Горным инженером Таскиным Прошел год Годом спустя В 1855 году Знаменитый Русский поэт Владимир Бенедиктов Поэт Символист Кстати В свое время Был период Когда он был Более известен Читателю Чем Пушкин Поэт Бенедиктов Публикует Своё стихотворение Посвященное Камчатке Оно называлось В первой публикации Англичане У Камчатки И туда На грань Камчатки Ты зашла Для бранной схватки Радь британских кораблей И пристав под берегами Яро грянули громами Перешлицы из-за морей И прикрыть Звериной кожей Камчадал На них глядит Гости странные Похожи на людей Такой же вид Только чуденных обычай Знать Не ведая приличий Злостью Выехали в свет В гости едут Незнакомый Приех Мечут громы Здесь хозяевам В привет Огнедышащих Орудий Навезли Дымят Шумят А ведь Все же это люди Камчадалы говорят Камчадалы Пускай их в стрелы Ну прицеливайся Бей Не зевай В твои пределы Видишь Вторнулся злодей И дикарь И дикарь А вот теперь Теперь Татьяна Поздравить Такой первый сборник Я думаю Вышел Когда Мы вот Можем прочитать Стихи Совершенно разных Даже не то что Десятилетия Разных эпох Камчатки Это конечно Уникальное Издание Уникальное явление Уникальное Но еще и потому Что у каждого Конечно писателя Очень много Различных стихов И вот Их задача была Как раз Подобрать Характерные стихи Для конкретного Этого поэта Так что Прочитав Это стихотворение Одно Два Три Вы сразу Поняли Его Перо Вы сразу Понимали Вот именно Характерную Для него Чертую Его Написание Стихотворения Его размер Там Сказать Стихосложение И это было Наверное Очень сделать сложно Потому что Действительно Стихов Очень много А вот Вместить В эту Небольшую Книжку Именно Стихи Которые С одной стороны Интересны С другой стороны Будут Характеризовать Этих поэтов А с третьей стороны Представят Всю Камчатку В огромном Многообразии И природы И истории И Того Этноса Который Здесь живет Народов Который Здесь живет Это конечно Очень интересно Я думаю Что Вот эта Замечательная Книга Она будет Интересна Не только Нашим Камчатским Конечно же Жителям Камчатки Но мне кажется Она будет Очень интересна Еще и Туристам И тем Кто собирается На Камчатку То есть они Сначала Прочитали Стихи Как бы Водушевились А потом Приехали И увидели Реальную Картину Я вот Этого Томик Подарил На открытии В нашем Камчатском Выставочном Центре Когда открывалась Выставка Аквалеристов Тоже У них Антология Как раз Аквалерия была И я пожелал Чтобы На основании Вот этой Книги Может быть Кто-то Прочитал Стихотворение Вдохновился И написал Какую-то Замечательную Картину Новую Которая Действительно Будет Выставлена В художественном Узее Поэтому Я думаю Что Прочтение Этой Книги Оно Даст Заряд Бодрости Какой-то Конечно же Энергии Еще раз Покажет Все многообразие Природы И культуры И истории Камчатки И хотелось Чтобы она Лежала у всех Просто на столе Когда вам грустно Может быть Когда вам Устали от работы Нашли какое-нибудь Интересное Здесь стихотворение Жили на природе Прочитали его И у вас На руше Станет сразу Приятно Весело Радостно И не такая Вот как сейчас Погода у нас За окном А будет действительно На руше Лето и весна Поэтому Я еще раз Поздравляю И Татьяну И Наших Замечательных Авторов И замечательного Нашего Александра Петровна С тем Что такая книга Вышла Я надеюсь Что это будет Еще только Первый Такой Проба Пера И проба Вот именно Как редактора Потому что Вы Естественно Здесь выступаете Как редакторы И наверно Еще будет Такая Еще Минимум Два Спортника Потому что Потому как В следующем Году Поможете Добро Может быть И это Сподвигло Выбрать Чтобы помочь Замечательным Нашим Писателям Продолжить Замечательную Такую помощь Чтобы действительно Они выпустили Еще Поэтому Еще раз Поздравляю Всех И пожелаю Творческих Успехов